здравствуйте друзья отправляюсь на работу тяжелый вчера день выдался значит должен был приехать человек я подумал сам встречу и так вроде в 11 часов вечера самолетом нормально в 11 вечера там 12 будут дома тут все рядом местный рейс не международный там все все просто ни с кем там договариваться не стал думаю сам съешь и задержался самолет на три часа я не сразу сообразил и уже было поздно там с кем-то передоговариваться в общем встретили мы человека ну светлана со мной тоже значит пошла чтобы я один там по ночам не разъезжал и мы где-то 2 часа ночи с копейкой чуть такой в 2 15 2 20 ночи подобрали молодого человека в аэропорту международном отвезли его заранее договорились там где он будет жить и так что я вот часов 4 спать лег вот так же а сегодня вот час 10 утра как огурец если хорошем состоянии настроение у нас сегодня будет видимо такой нетривиальный день потому что обещалось приехать ольга брукман значит местные можно сказать почти местный блогер а она хоть и местная но вот так чтобы доехать скажем от нас к ольге нужно часа на полтора даже я не знаю а так вроде все тут казалось бы рядом но тем не менее может быть без трафика быстрее там на 15 минут мы и спросим сегодня и она фактически приезжает прямо к нам потому что с натальей квик они уже там встречались сан-франциско гуляли они тут собираются тоже никакая программа есть но девчон девичник у них там какой-то вот но такой раз уже она тут вот она будет у нас в школе в офисе мы с ней чем запишем совместно я соли не знаком только так вот виртуально вот так же как вы посмотрим вообще какая-то такая тусовка пошла я смотрю последнее время то хвостович что вот наташа то теперь воля то вот у балашова там я на канале какой-то интервью там давал значит какой-то тусняк вдруг возник на этих раньше там сидел и там ехал на работу и вещал что-нибудь такое а вдруг тут тусовка надо сказать что тусовка выручает потому что как-то я перестал получать вопросы на которые хочется отвечать то есть ну ну как бы если сто раз одно и то же спросили там заменой двух-трех слов то как бы уже 101 ну наверное наступит момент когда захочется и 101 тоже забываются вещи и какой-то вдруг новый оттенок появляется так очень сложно на одну и ту же тему я думаю что и вам как бы тем кто нас регулярно смотрит то есть какой-то конфликт такой знаете возникает человек хочет получить ответ на свой личный вопрос и ему лично понятно что это лично ему важно но его вопрос не будучи его личным уже был отвечен там много-много-много раз но но это не его был вопрос другие люди спрашивали пойти поэтому это как божий вопрос не совсем его хотя ответ такой же и он относится сразу большому количеству людей и я одни не стану вот так в эфир выносить какую-то тему для обсуждения из вопросов если я понимаю что это относится только к одному человеку я бы просто так напишу может быть что-то или там skype с ним поговорю но так чтобы вот тысячи людей смотрели просто потому что вот ему интересно это конечно чуть через черт то есть я как бы так методом экспертной оценки я прикидываю что имела бы интерес так для большого количества людей или может быть в каком ключе эта тема могла быть более интересной то есть мне все время приходится оценивать вот и как-то у нас ну вот не вижу тех вопросов с другой стороны мы уже на нас то столько вопросов ответили тут и сейчас такое обострение некоторое с визами h1b вот тоже вопрос много интереса много и плюс еще подходят люди с других каналов да вот там и от балашова неожиданные сейчас такие контакты вдруг из канады кто-то звонит там девушка говорит у меня родители живут в ирландии и смотрят канал балашова это интересно а я вот тут в канаде и как бы весь мир так завязан такой пучок что никогда не знаешь вот и новые люди подходят и они как бы начинают по новому кругу задавать те же самые вопросы да ну что же вот как бы проблемы темы а тут блогеры новые подходят как бы можно блогеру показать не в том смысле что я много знаю там о блогере вот когда наташа квик к нам ехала я ничего про нее не знал ну совсем ну то есть совсем ничего кроме того что она когда-то было среди там некоторые группы людей чьи каналы там воровскими методами банили там создал заполняя такие создавая страйки такие фальшивые то есть якобы значит вот эти блогеры чужие видео вывешивать вместо своих да то есть это это было абсолютно все сфабриковано от начала до конца поэтому надо было как бы так побороться чтобы добро победила зло и вот канал наталья был один из из этих потом и флорида ялты был канал и наташи и юра мельникова вот и поэтому вот вот этот момент как бы столкнулся с тем что есть что существует наташа но у нее канал тут новенький был совсем она только-только тогда открылась это будет в сентябре в октябре эти разборки шли прошлого года мне был очень молодой этот канал ну вот а потом когда ножик нам ехала мы с ней скайпе поговорили она мне пару ссылочек прислала на ударные такие свои там сюжеты очень смешные один есть если вы не смотрели обязательно посмотрели посмотрите значит как она еще по английски не говорила и муж ей говорит поедем сейчас вот там южную каролину будем в таком месте экзотически там на скале четыре лица ну и она такой же тоже подружки там звонит полу грамотный начинающий и говорит вот едем там куда-то там четыре лица в скале только это битлз ну и вообще вот эта вот история она очень смешная причем не только сама история смешная но еще как наташа рассказывает это совершенно потрясающе вот это посмотрите вот я там парочку от ее этих сюжетов посмотрел и там у нее один был как она первый раз значит встречалась с потенциальным американским женихом это просто но если вы этого не видели этого вы как бы что-то в жизни потеряли это это просто что-то невероятное там такой американский грек приезжал к ней знакомиться на предмет женихаться и в общем вот это вот описание этой истории ну и вот так собственно я не знаю может быть есть блогер у которых там времени побольше они смотрят там кто чего рассказывать я не знаю меня у меня совсем мало времени я так я так вижу есть человек могу там где-то тут минутку там минутку но ну как-то мне сложно много времени у меня брат старший учился на мехмате мгу когда-то 60-е годы 66 года по-моему выпуск это был тяжелый год потому что отменили 11 классы перешли снова на десятые и в этот год было два выпуска и 11 классы последние и 10 классы новые то есть скажем эти вот люди поступали в институт а выпускников вдвое больше и вот внизу и вот он 66 года выпускник выпускник школы он поступил на мехмат нгу и там народ такой был но много такого народа была чисто внешне на них посмотришь как бы они с шизой какой-то такие доходят вот и а значит я брата говоря у вас есть такое что там идут по коридору там все здороваются за руку там ходят там полчаса со всеми за руку здоровается он ведь нет ты знаешь так вот вроде так вот вот идешь по коридору так посмотрел на него он посмотрел на тебя и вроде так поздоровались вот так вот так мы с блогерами значит так вот это тут посмотрел там посмотрел и вроде так поздоровались познакомились а сейчас мы переходим в какую-то такую новую стадию фазу когда как бы личное знакомство так что вот это очень интересно я хочу сказать вот чисто с этой стороны как бы монитора там экрана это обогащающий такой опыт вот и ты видишь людей ты немножко учишься у них чему-то кто-то технически лучше владеет камерой какими-то аксессуарами кто-то оформляет там занятно кто-то знает какие-то инструменты ресурсы где-то музычку взять там еще чуть поэтому это очень такой полезный хороший опыт у нас нет таких конгрессов знаете так съехались и съездов съездов у нас нет так в индивидуальном порядке хорошо я надеюсь что мы с волей заснимем что-то сегодня с волей брукман и и я и вам ее покажу и и на ее канале там для нас местечко найдется в общем я я к этому положительно отношусь потому что у нас довольно разные аудитории у всех вот я вижу что например у наташи квик аудитория от нашей отличается то есть наш такая более прагматичная с каким-то таким явно выраженным интересом в чем-то а вот у наташи например когда восторженная женская и тем не менее все это вокруг америки крутится поэтому есть какое-то пересечение интересов и я вижу как вот народ движется с канала на как-то шире становится круг тех ресурсов которые они используют для того чтобы лучше там что-то понимать что им интересно и я я еще не знаю какая аудитория воли брукман вот то что наташа я понял вот и я очень приветствую тех кто нас смотрит пришел к нам переживая за наташу я очень хочу сказать что это трогательно так они они так за нее переживают и желают ей успеха и никто ни разу никакую гадость не написал даже вот толком ты удалить нечего знаете может они конечно там какие-то злопыхатели знают что у нас всякую дрянь удаляют свое время жалко но во всяком случае я не видел попыток там написать какую-нибудь гадость что само по себе очень здорово вот так что такие пироги если вы меня спросите что сегодня за день такой и что мне предстоит я скажу что не знаю потому что обычно я в среду хожу на эзотерику вечером наша группа забирается небольшая нас там чек 10 но сегодня отменилось поэтому у меня неожиданно возник вечер свободный я думаю чет такое сделать света говорит пойдем на массаж чтобы на китайский сходим тут у нас есть местечко я снимал сюжет есть есть такой массаж популярный называется food массаж как бы стопы но там половина времени стопы вторая половина времени всего остального так ножки горячей водой сначала отмочит а пока вот ноги там отмокают в горячей воде стопы тебе там и на лице и я поскольку я как бы занялся немножко ну не то что изучением но так знакомиться с этими делами то я уже там понимаю по каким меридианам идут какие точки они там массируют очень занятным то есть так вроде учишь и а вдруг на тебе это вот тут делают на лице и на скальпе и так далее и по спине там вдоль позвоночника и так далее у нас возле дома есть такое местечко там 5 минут езды мы любим туда сходить иногда я ведь я про это и сюжет снимался по моему так и называется фут массаж если упали поищите в поиске увидите там я внутри прям снимал в этом месте но не то что сам процесс поскольку будучи массируемым трудно что-то снять хотя они не возражали они видят пожалуйста снимайте все что хотите плюс там такой полумрак какая-то музычка такая буддийская играет в общем в астоне ну такая восточная вот может на массаж пойти давно я не был в корейской бане у нас есть корейская баня по понятным причинам в корейской бане я не снимаю там как бы народ в таком неглиже не всем это нравится вот но корейская баня напоминает русскую в сущности там есть сухая парна мокрая парна влажная там есть три таких бассейна один с ледяной водичкой один с горяченькой такой как следует и один большой-большой джакузи такая здоровенная там можно поплавать ему так метров не знаю трудно сказать 67 в диаметре может быть больше то трудно на глаз так вот я раньше каждую неделю ходил а сейчас что-то времени нет там с народом перезнакомишься там одни русские там 10 русских один кореец так пропорция такой клуб на самом деле будете в кремниевой долине приходить в корейскую баню шайка не нужна веник тоже не нужен там все дадут на месте потом прода без шайки и без веник так шапочку возьмите на голову надет хорошо хорошо там думаю может корейскую баню возникает такой знаете беспредельный вариант думаешь корейскую баню а потом массаж хотя надо сказать что в корейской бане можно массаж прямо там там есть у них такие места где делают там и салон косметический тут же при баньке и и массаж не надо далеко ходить в общем у меня сегодня творческий простор для полета фантазии большой простор будем фантазировать вот и дожидаться когда к нам приедет у любых он который мы заранее передаем привет вот я от вашего лица ей уже передаю привет счастливо